В Майкопе задержан подозреваемый в покушении на мошенничество в отношении пожилого мужчины. За увод родственника от ответственности аферист потребовал от пенсионера 1 миллион 400 тысяч рублей. С подобной ситуацией столкнулся и 84-летний майкопчанин. Неизвестный в ходе телефонного разговора ввел в заблуждение пожилого мужчину и убедил его в том, что родственнику, который якобы стал виновником серьезной аварии, грозит уголовное преследование. Собеседник также сообщил, что избежать наказания можно, но для этого ему необходимо перевести 1 миллион 400 тысяч рублей. Вскоре о планах пожилого мужчины срочно обналичить крупную сумму узнали оперативники уголовного розыска полиции Майкопа. Выяснив все обстоятельства и детали, сыщики разработали и провели специальную операцию, в результате которой 29-летнего ранее судимого жителя города Краснодара задержали после передачи ему денежных средств. По данному факту следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело, фигурант задержан и водворен в изолятор. В Адыгее перед судом предстанут четверо обвиняемых в разбойном нападении и убийстве двух иностранных граждан. Напомним, что это тяжкое преступление было совершено 22 июля 2021 года в одном из тепличных хозяйств, расположенных в пригороде Майкопа. В тот день рано утром в дежурную часть отдела МВД России по Майкопу поступило сообщение о том, что в жилом строении, находящемся на территории одного из тепличных комплексов, недалеко от республиканского центра обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. По указанному адресу срочно прибыли сотрудники оперативных и следственных органов. Они выяснили, что погибшими являются 56-летний мужчина и 57-летняя женщина, граждане одного из иностранных государств, находившиеся в России в соответствии с миграционным законодательством. В ходе проведения комплекса следственных, оперативных и розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению данного тяжкого преступления могут быть причастны четверо жителей одного из государств ближнего зарубежья, временно осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации. В ходе следственных мероприятий установлено, что потерпевшие занимались выращиванием овощей на полях вблизи поселка Подгорного города Майкопа. А трое из четырех обвиняемых за несколько месяцев до совершения преступления работали у них в качестве разнорабочих. Обвиняемые путем взлома запорного устройства проникли в жилое помещение и, угрожая ножом, связали мужчине и женщине руки, после чего стали наносить им множественные удары в область груди и живота, от которых потерпевшие потеряли сознание и впоследствии скончались на месте преступления. После этого обвиняемые обнаружили денежные средства и ценные вещи, принадлежащие потерпевшим на общую сумму около 4 миллионов рублей. Они завладели и скрылись с места происшествия. Для розыска подозреваемых, возраст которых от 21 года до 28 лет, сотрудниками полиции и следователями была разработана и проведена специальная операция. В результате троих фигурантов задержали на территории Ростовской области, а четвертого – в одном из населенных пунктов Краснодарского края. Более 3,5 миллионов рублей были изъяты в ходе проведения неотложных мероприятий, в том числе по месту жительства указанных лиц. Следственным отделом по Майкопу Следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела, и его оперативное сопровождение осуществляли сотрудники республиканской полиции. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Республики Адыгея обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Адыгея. Коротко о событиях и мероприятиях в ведомстве. В Республиканском центре дополнительного образования детей проведена пресс-конференция, посвященная старту социальной кампании «Расставь приоритеты», которая реализуется госавтоинспекцией МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В мероприятии управление ГИБДД представляли в Рио начальника Махмуд Хунагов и начальника дела пропаганды Мурат Бзегежев. Открывая пресс-конференцию, подполковник Хунагов отметил важность и необходимость данного проекта. По его словам, поставлена задача к 2024 году привести региональную сеть до 50% нормативного состояния, отремонтировать обозначенные участки, сделать передвижение по дорогам республики более комфортным и безопасным. В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель общественного совета при МВД по Адыгеи Александр Девтеров посетил социальный приемник отдела России по городу Майкопу. В нем содержатся лица, арестованные в административном порядке. Сопровождал общественника, начальник спецприемника, подполковник полиции Александр Шевляков. На сегодняшний день здесь находится 20 человек. Александр Девтеров предостерег нарушителей от совершения в дальнейшем поступков, которые противоречат требованиям законов России. Он призвал их быть благоразумными и сделать соответствующие выводы после нахождения в этом учреждении органов внутренних дел. «Гражданский мониторинг» В Доме правительства состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Адыгеи. Мероприятие провел исполняющий обязанности премьер-министра Анзаур Кирашев. МВД представляли министр Олег Бесмельницын и в Рио начальника управления ГИБДД Махмуд Хунагов. В повестку были включены вопросы, касающиеся состояния аварийности на дорогах, мер по ее предупреждению, предотвращения детского дорожного травматизма, состояния улично-дорожной сети, а также хода реализации в регионе нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. По информации госавтоинспекции, за шесть месяцев зарегистрировано 164 ДТП, в которых 28 человек погибли и 190 получили травмы. Эти цифры ниже показателей аналогичного периода прошлого года. По-прежнему основными причинами дорожных аварий остаются выезд на встречную полосу и съезд с проезжей части. Министр Олег Бесмельницын проинформировал о работе сотрудников полиции в сфере профилактики правонарушений, в особенности управления транспортом в состоянии опьянения. По статистике, за шесть месяцев текущего года госавтоинспекторами выявлен 841 такой факт. 80 водителей совершили данные деяния повторно, и в отношении них возбуждены уголовные дела. По вине нетрезвых водителей на наших дорогах происходят самые страшные по своим последствиям аварии. И похоже, что выражение «пьяный водитель-преступник» еще долгое время не будет терять своей актуальности. Причина проста. Каждую неделю нарядами ДПС в Адыгее задерживаются несколько пьяных водителей. За месяц, год, сколько их будет? Много. Подробнее об этом специальный видеоролик, подготовленный пресс-центром МВД по Адыгее. В нем представлен лишь небольшой фрагмент работы ГИБДД и фактов, которые имели место на дорогах региона. Что касается непосредственно самих фактов, то здесь, как говорится, далеко ходить не надо. Сегодня, 21 июля, рано утром наряду ДПС в Майкопе пришлось преследовать водителя, который не подчинился законным требованиям полицейских. 21-летний парень не справился с управлением и врезался в бетонную стену. Он родился в рубашке, вылетел из машины, чудом остался жив. Это 38-летняя женщина, задержанная ДПС в этом же районе. Ее опьяненный мозг мешает понять суть происходящего, но почему-то зациклена на 15 сутках и приемнике распределители. Видимо, она и не так плохо, наверное, знает о таком задержании. Сотрудники подобное женское поведение не видят часто. Каждый из нас, когда слышит о трагедиях на дороге и приносит свои соболезнования родным и близким погибших, часто разумно рассуждает, что так ездить нельзя. Надо всем миром бороться с этим. Но на деле не все этим занимаются. Давно очевидно, что усилий полиции, власти, еще какой-то части общества недостаточно. И пока на дороге есть равнодушные, пока хоть один пьяный, садясь за руль, не слышит свой адрес, твердого нет от родных, близких и просто прохожих, в дом каждого из нас могут постучаться и сообщить страшную новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова